Создание музыки – не всегда гармоничный процесс. Иногда объединение ради создания альбома становится последней каплей, из-за которой группа распадается. В этом ролике мы расскажем об альбомах, которые сейчас считаются шедеврами, но создавались с обидами и глубокими личными разногласиями, которые в конечном итоге и положили конец успешному музыкальному сотрудничеству. Несмотря на идею титульной композиции «Живи и дай жить другим», взаимодействие участников Beatles было не на лучшем уровне, когда они создавали альбом Let It Be. Как писали Independent, разногласия возникли ещё в 1966 году, когда гитарист Джордж Харрисон пригрозил уйти из группы. Он был возмущен тем, что его вклад не был принят так серьезно, как вклад его знаменитых согруппников Пола Маккартни и Джона Леннона. К тому же Маккартни, казалось, начинал контролировать группу, а медитационный ретрит в Индию в 1968 году показал, что все четверо участников группы не сходились ни в духовном, ни в творческом плане. Именно тогда Леннон начал свои отношения с Йоко Оно. Вопреки многим версиям, не она развалила Beatles. Но товарищи по группе были возмущены требованиями Джона пригласить её на запись белого альбома в 1968 году. Этот альбом чуть не стал для группы последним, но в следующем году они воссоединились для создания Let It Be. Склонность Маккартни к контролю, настойчивое желание Леннона разговаривать со своими товарищами по группе только через Оно и творческие разногласия Харрисона сделали запись альбома напряженной. Харрисон снова на время покинул группу, но его уговорили вернуться. Несколько месяцев спустя Битлз записали ещё один совместный альбом, Abbey Road. Но ко времени его выхода, в сентябре 1969 года, Леннон уже покинул группу, по крайней мере, он так утверждал. В апреле 1970 года Маккартни выступил заявлением. Он сказал, что не планирует больше выпускать музыку с Битлз, и это окончательно решило судьбу группы. В следующем месяце вышел альбом Let It Be, но к тому времени Битлз уже распались, и большинство участников группы были готовы двигаться дальше. – Это, что случилось, и это было хорошо, но это было бы хорошо, чтобы продолжить и делать что-то еще. В факте, это был расслабленный. Пол Саймон и Арт Гарфанкел объединились по воле случая, а успех связал их вместе. Они начали петь и играть музыку дуэтом, когда были ещё подростками. Пол и Артур воссоединились после колледжа и подписали контракт с Columbia Records, отчасти благодаря песне Sound of Silence. К сожалению, их дебютный альбом провалился, так что они снова на время распались. Однако интерес диджеев к их песне и её слегка переработанной версии внезапно сделал их актуальной группой. Они продолжали выпускать альбомы, но дуэт тянуло в разные творческие направления. Саймон хотел работать над сольными проектами, а Гарфанкел пытался реализоваться в кино. В 1969 году обстановку накалил случай, когда режиссёр Майк Николс вырезал Саймона из своей экранизации Уловки 22, но дал Гарфанкелу второстепенную роль. Эго Саймона и так было уязвлено, так ещё и съёмка затянулась и сдвинула график записи их следующего альбома. Альбом Bridge Over Troubled Water наиболее известен своей заглавной композицией. Позже Саймон признался, что возмущался, наблюдая, как Гарфанкел поёт написанную им, Саймоном, песню и получает невероятное признание. Альбом выиграл Грэмми как лучший альбом 1970 года и занимал первое место в течение 10 недель, но этого было недостаточно, чтобы Саймон и Гарфанкел продолжили совместную работу. Драма, вдохновившая Fleetwood Mac на создание альбома 1977 года Rumors, вошла в историю рока. Если кратко, то распались две пары – все эти четыре человека были участниками группы. Потом несколько участников группы стали встречаться с теми, кто так или иначе был связан с Fleetwood Mac. В частности, во время тура закрутился роман между вокалисткой Стиви Никс и барабанщиком Миком Флитвудом. Каким-то образом, Fleetwood Mac не только пережили создание альбома Rumors, но он ещё и стал одним из самых продаваемых и любимых критиками альбомов всех времен. В 1982 году, после выпуска двух альбомов и одного мирового турне, группа взяла перерыв. Вокалистки Стиви Никс и Кристин Макви, а также гитаристы Линдси Бакингем работали сольно, но только певицы добились успеха. В 1985 году Бакингем работал над своим новым сольным проектом, но Fleetwood убедил его поделиться своими песнями с группой. К тому времени Fleetwood и Никс принимали больше наркотиков, чем во время записи Rumors. Альбом записывался в доме Бакингема, и ему не нравились шумные вечеринки, которые устраивали его товарищи по группе. Как только запись Tango in the Night была завершена, Бакингем ушел из Fleetwood Mac. Он вернулся в 1996 году, но в 2018 году был уволен, потому что Никс заставила группу принять это серьёзное решение. К 1982 году The Clash сделали то, что считалось невозможным для британской панк-группы – они создали огромную фан-базу в Америке. Их пятый альбом, Combat Rock, сделал их успешными в Штатах, а синглы Rock Casby и Should I Stay or Should I Go по-прежнему считаются классикой. Но вскоре последняя песня, которая переводится «Мне остаться или уйти», обрела новое значение. В предыдущие пять лет барабанщик Ник Топпер Хидден употреблял наркотики, и это переросло в кокаиновую и героиновую зависимость. И пускай в студии он справлялся, в живых выступлениях он стал обузой. На концерте в Амстердаме в поддержку альбома Combat Rock фронтмен Джо Страммер уволил Хиддена и быстро нашел ему замену. Страммер на этом не остановился – гитарист и вокалист Мик Джонс хотел поэкспериментировать с хип-хопом и синтезаторами. При создании Combat Rock он был разочарован тем, что Страммер настаивал на том, чтобы он единолично контролировал музыкальное направление группы. Джонс также спорил с басистом Полом Симононом. Мик Джонс даже сделал свой собственный микс из того, что впоследствии стало Combat Rock под названием Red Patrol from Fort Bragg, но остальная часть группы отказалась от этого микса. Во время перерыва в 1983 году участники группы почти не разговаривали. 10 сентября того же года Страммер и Симонон опубликовали заявление о том, что Джонс уволен. Как и барабанщика Хиддена, его заменили. Однако последний альбом The Clash – Cut the Crap не оправдал надежд, и группа распалась. Epicide for Destruction – дебютный студийный альбом Guns N' Roses 1987 года, превратил группу из легенд Лос-Анджелеса в суперзвезд, известных на всю страну. Такой прорыв усугубил и без того хаотичный образ жизни группы, и в конечном итоге сломил её основы. За годы между Epicide for Destruction, G&R Lies 1988 года и двойным альбомом 1991 года Use Your Illusion 1 & 2, у большинства участников группы возникли серьезные проблемы с зависимостью. Журнал Rolling Stone писал, что группа провела много времени в туре. Это способствовало злоупотреблению алкоголем и наркотиками. А когда участники группы вернулись в Лос-Анджелес, они отдалились друг от друга. К моменту начала записи двойного альбома ритм-гитарист Изи Стрэдлин перестал пить, но барабанщика Стивена Адлера выгнали из-за употребления наркотиков. Тем временем гитарист Slash и басист Дафф Маккаган все еще страдали наркотической зависимостью. А у фронтмена Экс Ла Роуза была репутация эгоиста. Он откладывал выход на сцену, уходил со сцены посреди концерта и дрался с фанатами. Один инцидент в Сент-Луисе за несколько месяцев до выхода альбома даже привел к беспорядкам. Двойной альбом Illusion был принят хорошо, но он довел группу до переломного момента. Стрэдлин официально ушел через два месяца после релиза альбома. Альбом каверов Spaghetti Incident, который в основном был записан во время сессии Illusion, не сыскал большого успеха в 1993 году. А в 1996 году группу покинул Slash из-за скверного характера Роуза. Спустя год за гитаристом последовал и басист Маккаган. Группа Creedence Clearwater Revival была построена на противоречиях. У этой группы из Северной Калифорнии 1970-х годов было фолково-блюзовое звучание Юга 1950-х годов. Группа состояла из братьев и друзей детства, которые поднялись на вершину, но затем оттуда упали. Дуг Клиффорд, Стю Кук и Джон Фоггерти сформировали ККР в 1959 году, когда им было всего по 14 лет. Вскоре к ним присоединился старший брат Джона, Том. В 1967 году их новый лейбл помог сделать их одноименный альбом очень популярным. Стремясь извлечь выгоду после такого коммерческого успеха, Джон давил на своих товарищей по группе для постоянного выпуска новой музыки. Только в 1969 году они выпустили три альбома. Но товарищи по группе устали от его постоянного контроля. В 1971 году Том Фоггерти ушел из группы. Ему надоело, что его младший брат командует им. В том же году остальные участники перегруппировались для создания нового альбома. Но из-за ухода Тома казалось, что как только они начали, работа была обречена. Есть несколько версий того, что произошло дальше. По словам Джона Фоггерти, Кук и Клиффорд пригрозили уйти, если им не разрешат написать и спеть треть нового альбома. По словам же Кука и Клиффорда, Джон припёр их к стенке и сказал, что их уволят, если они не напишут и не споют треть нового альбома. Клиффорд и Кук утверждают, что Джон намеренно саботировал группу, ведь он знал, что именно его голос давал фирменное звучание Creedence Clearwater Revival. Само собой, альбом под названием Marty Grass не имел успеха, и в 1972 году группа распалась. То, что Рамонес были в строю более 20 лет – просто чудо панк-рока. На протяжении почти двух десятилетий вокалист Джоуи и гитарист Джонни отказывались разговаривать друг с другом. Первоначальный состав Рамонес состоял из Джоуи, Джонни, басиста Ди Ди и барабанщика Томми. Джонни признался в своей автобиографии, что они с Джоуи никогда не ладили. Но в 1982 году неприязнь сменилась откровенной враждой, когда девушка Джоуи, Линда Дэниел, оставила его ради Джонни, а позже вышла за него замуж. Ни Джоуи, ни Джонни не покидали группу, но в течение следующих 14 лет между ними была серьезная напряженность. Томми ушел из группы в 1978 году, устав от гастролей и истерик Джонни, а в 1989 году, всегда нестабильный Ди Ди покинул группу, чтобы начать рэп-карьеру. Поскольку в группе остались только два участника первоначального состава, да к тому же они ещё и враждовали, Джонни в конце концов решил, что группе пришел конец. Альбом Adios Amigos был выпущен 18 июля 1995 года. Рамонес с новыми участниками, Марки на барабанах и Си Джеем на басу, отыграли свой последний концерт 6 августа 1996 года в клубе Avalon Hollywood. В отличие от некоторых других групп в этом списке, The Smiths, насколько известно, довольно хорошо относились к своему последнему альбому. Они собрались для его записи в марте 1987 года. Хотя их вокалист Морриси был немного изолирован от остальных членов группы – автора песен и гитариста Джонни Марра, барабанщика Майка Джойса и басиста Энди Рурка, ведь он рано ложился спать и был против наркотиков. А ещё Марр был разочарован тем, что Морриси недавно выгнал менеджера группы, и Джонни пришлось временно взять на себя эту неблагодарную работу. Тем не менее, сначала все были настроены оптимистично. Морриси и Марр сходились в творческом плане именно потому, что они были такими разными. Но, к сожалению, эти различия в конечном итоге стали слишком разительными. Морриси хотел перейти к более мейнстримовому звучанию, предложив кавер на песню поп-звезды Силли Блэк, Work is a Four-Letter Word, в то время как Марр был полон решимости поэкспериментировать и писать более серьезную музыку. Напряжение достигло своей наивысшей точки, когда Морриси отказался снимать видео для продвижения группы в Америке. Он также убедил остальных участников группы заставить Марра уволить их последнего менеджера. И тогда Марр сказал остальным, что будет работать с Толкинг Хэтс. Было неясно, навсегда ли ушел Джонни или нет, но через несколько месяцев в журнале NME написали, что The Smiths окончательно распались. Источник этой новости неизвестен, но позже Марр подтвердил, что все написано верно. Альбом Strange Ways – Here We Come был выпущен несколько месяцев спустя, и к этому моменту группа официально закончила свое существование, о чем Морриси, похоже, не сожалеет. – Мы были очень молодцы, мы не знали, что мы делали, и мы не любили друг друга. Мы не знали так много. Это было круто, когда это закончилось. The Verve прославились в 90-х своим наавторским подходом к британской поп-музыке и тем, что не пустили на первое место чарта в третий альбом суперзвезд Oasis. А затем The Verve получили еще большую известность своими драматическими расколами, воссоединениями и повторными распадами. Первый распад группы произошел в 1993 году, через три месяца после выхода второго альбома группы Another Soul, который получил восторженные отзывы. Работа над этим альбомом стала настоящим рок-н-ролльным сумасшествием, подпитываемым алкоголем и наркотиками. Все участники группы были обессилены, а их отношения испортились. Ситуацию ухудшало еще и то, что фронтмен Ричард Эшкрофт доминировал в группе. Он отказывался принимать в расчет творческий вклад других участников. Однако несколько недель спустя Эшкрофт решил, что The Verve могут отложить свои разногласия в сторону, чтобы стать еще более успешными, но уже без гитариста Ника Маккейба. Однако Ника вернули для записи грандиозного альбома группы 1997 года Urban Gims. Через два года группа снова распалась. В 2007 году Эшкрофт убедил Маккейба и басиста Саймона Джонса записать еще один совместный альбом, Fourth. Позже Маккейб поделился с сайтом Geekwise, что он был разочарован тем, что Эшкрофт, казалось, придерживал тексты песен, которые, по его мнению, были слишком личными. Два года спустя, в августе 2009 года, Guardian написали, что Маккейб и Джонс не разговаривали с Эшкрофтом в течение года. Сообщалось, что эти двое покончили с группой навсегда, а также то, что опыт создания и гастролей в поддержку альбома Force убедил их, что Эшкрофт записал последний альбом The Verse только для того, чтобы продвинуть свою сольную карьеру. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые музыкальные группы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!